и пинать, издеваться. Кто знает, где теперь горемычная Дуня. Был слух, будто с цыганом спуталась на руднике Иваницкого, а потом куда-то исчезла. Все равно уйду, думала Дарьюшка. Пусть погибну, но уйду. Но как бежать из четырех стен, если мать Александра Панкратьевна и сам дед Юсков денно и ночно доглядывают за пленницей? В молитвеннике не отправленное письмо Аине Юсковой, подружке по Красноярской гимназии. Как давно все это было. Гимназия, двухэтажный бревенчатый дом Михаила Михайловича Юскова, того самого Юскова, с которым в тайной войне сам Елизар Елизарыч. Что сказал бы отец, если бы ему в руки попало это письмо? Аина, милая моя подружка, не знаю, получишь ли мое письмо и живешь ли ты сейчас дома. Но я бы очень хотела, чтобы письмо мое дошло до тебя. Ты вообразить не можешь, что я пережила с того времени, когда вернулась домой из гимназии. Я не писала тебе, не могла писать. Такое со мной приключилось, что я два года жила, как в тумане, и все чего-то ждала, на что-то надеялась. Боже, что я только не передумала и не перечувствовала за это время. Как бы я хотела сейчас спорхнуть и улететь в Красноярск и там встретиться с тобой, с дядей Михайлой, с Тихим Ионычем и с твоей мамой Евгенией Сергеевной. Вы совсем иначе живете, чем у нас в Белой Елане. У нас тюрьма, староверчество. А у вас в доме все куда-то спешат, спорят, и жизнь такая кипучая, что дух захватывает. Помню, как я бегала из комнаты в комнату в вашем доме и все ждала бурю, чтобы испытать силу. Но бури не было, и твоя мама смеялась над нами. Девчонки, сахарные барышни, не думайте, что все так просто в жизни, как вам сейчас кажется. Однажды вы проснетесь от розовых снов и увидите себя беспомощными и жалкими, и чего доброго, перепугаетесь. Дарьюшка скомкала письмо, и, взглянув на иконы, иступленно проговорила «Неправда, неправда, жив он, жив, жив». Тыкались сонные мухи в стекло, а Дарьюшка, похаживая по горнице, места себе не находила. За окном стыла и осень, трепала куст черемухи, и багряные листья устилали поблекшую траву в палисаднике. В ногах и руках ртуть перекатывалась, и страшно, и отчаянность подмыла. Понесла, закружила, не удержаться. Судьба решалась. Не сегодня, не завтра вернется отец из Красноярска, тогда будет поздно. В большой горнице чаевничали сватовья потылицыны, братья Григория Андреевича. Вкусно пахло жареным мясом, утятиной, сдобным печеньем. А у Дарьюшки совсем живота не стало. Григорий наш жалостливый, да и умом Бог не обидел. В большом чине сама великая княгиня собеседование вела с ним, когда в казачье войско припожаловала с генералами и сановниками. Исаульского чина удостоили, гудел бас Пантелея Потылицына. Хоть бы провалился сквозь землю, ваш Григорий, подумала Дарьюшка, подслушивая разговор возле двери. В горенке ни пальто, ни жакетки, ни шали. Дед Юсков догадался убрать одежду. Сбегу в одном платье, соображала Дарьюшка, только у кого спрятаться на день-два. Хоть бы деньги были, серьги отдам крестик с цепочкой. Перебирала в памяти дом за домом и везде чужие люди. Уйти к поселенцам в Щедринку, но ведь она там никого не знает. Ни одной семьи, ни одной избушки, да примут ли ее дочь свирепого миллионщика бедные, зависимые от Юскова люди. Нет, в Щедринке не найти пристанище, только к старику Боровикову, остановилась Дарьюшка. Неужели он не спрячет? Отдам ему золотые серьги, крест с цепочкой, только бы тайком увез в Минусинск или в Курагино. Тут же близко. В Курагино пойду к Становому и буду просить защиты. Все ему расскажу. И про Дуню, и про себя. Пусть нас рассудит закон. Зрела, разгоряченная мысль, накатывалась отчаянность, прохолаживая сердце. Глаза у Дарьюшки стали какие-то острые, суженные, как черные пули на тяжелого зверя, так и выстрелят. На сон грядущий помолилась Истова, медленно и твердо накладывая на себя кресты, словно впечатывала двоеперстие в грудь, в середину лба, в плечи. Понаведалась мать, благословила Дарьюшку, молвив, смирись, доченька, себя мучаешь и нас всех изводишь. Чем не муж, Григорий Андреевич? И сам собой пригляден, не ветрогон, и офицерского звания с отцом дело ведет. А я что, закладная для отца? Пусть они ведут свои дела, а меня оставят в покое. Я ничего не требую от вас, ничего, дайте мне уйти. Знать кто-то изурочил тебя. Никто не изурочил, а Григория терпеть не могу. Слово-то отцовское нерушимо. Смирись, тебе добра желаю. Добра, передернулась Дарьюшка. На шею петлю хотите накинуть, это добро? Аполлоумила. Лучше смерть, чем замуж за Григория. Дед Юсков заглянул в горницу. Вот куда вылезла сатанинская гимназия, не я ли упреждал Елизара. Не держи девку в доме Баламута Михайлы, не дома с Адом с Гаморой. Того и Дарья набралась. Неправда, у дяди Михайла в доме настоящая жизнь. А у нас вечная тьма, иконы молитвы, и тьма, 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 иконы, и тьма, ощерился дед. Погоди уже, разговор будешь иметь с отцом. Защиты моей не будет, а ли смерть жди, а ли покорность прояви. Разошлись, не помирившись. Дарьюшка поджидала, когда уснут все в доме. Знала, мать с сестрой Клавдии спят, из ружья не разбудишь. Дед Юсков одним ухом спит, другим возню мышей слушает. Померкли двуглавые орлы на тисненных обоях. Дарьюшка поднялась, подошла к двери, долго прислушивалась, надела свое черное платье, а вместо шали льняное покрывало на плечи. Заглянула под кровать, достала войлочные туфли, встала на молитву. За окнами черно и мокро. По стеклам потеки дождя с хлопьями снега, октябрь дохнул стужей, и ветер, ветер. Долго отгибала ножницами гвозди у второй рамы, потом бережно вытащила раму и поставила ее возле простенка. Распахнула створку, ветер рванул в горницу, обдав холодом, прислонилась в косяку. Нет ли кого в переулке? Безлюдно. Через переулок бревенчатая стена дома дяди Игната, урядника, в окнах черно. Спаси меня, Господи! Вздохнула во всю грудь, вылезая из окна в палисадник. Не успела прикрыть створку, как по большаку, сперва издалека, а потом ближе послышались знакомые перезвоны серебряных колокольчиков. Отец! У одних юзковых малиновый перезвон, Боже, если захватят! И, прикрыв створку, притаилась возле кустов черемухи. Малиновый перезвон залил улицу. Слышно было, как хлопали копыта по грязи. Дождь, дождь! Тройка миновала переулок и подвернула к ограде юзковых. Дарьюшка, поддерживая обеими руками, покрывала, быстро перелезла через частоколовый палисадник и, не оглядываясь, побежала по переулку в сумрачную пойму Малката. Взмыленная тройка била копытами. Кучер Микула стучал к нутовищам по часовым воротам, встречать выбежал дед юзков, Елизар Елизарыч второй, как он называл себя, знатным гостям. Кучер провел под усы тройку в обширный двор, вымощенный торцом кругляшами лиственниц. Елизар Елизарыч третий, усталый и злой, вылез из-под брезентового полога, а вслед за ним Григорий. «Микула, в юки занести в дом. Сейчас занесу». Два Елизара, отец и сын, упруго сдвинулись за ними Григорий, как восклицательный знак, поджарый, высокий и почтительно молчаливый. «Живо-здорово!» бутнул Елизар третий. «Слава Богу!» ответил Елизар второй, уважительно поглядывая на оборотистого сына. «Как у тебя съездилось?» «Старая леса Михайла хитрит с прибылями, и акционеры так же». Ворюги поддакнул отец. Из-за почивальни выдвинулась заспавшаяся Александра Панкратиевна, отвесила поясной поклон супругу, приняла аглицкое пальто с бархатным воротничком, гарусный шарф, и, приветив будущего зятя Григория Андреевича, взяла от него шинель, ремни с шашкой и казачью фуражку. Из боковой светелки вышла горбатенькая Клавдевушка, и, низко поклонившись батюшке, уползла в тень лакированного буфета, забитого серебром и хрусталем, знай, мол, наших. И мы, недеревянными ложками, щихлибаем. Прошли в большую парадную горницу, обставленную венской мебелью, вывезенной по специальному заказу из Будапешта. Домоводительница Алевтина Карповна из Горочанок, перехваченная у золотопромышленника Иваницкого, собачника-псаря, церемонно пригласила Патылицина на плюшевый диванчик, придвинув к нему лакированный закусочный столик с графином хорошего вина и хрустальной пепельницей, хотя Григорий не курил. Для такого столика положена пепельница, объяснила однажды хозяину Алевтина Карпова. На большой круглый стол, под сверкающей висячей лампой в серебряном черном ободке со стеклянным абажуром домоводительница накинула скатерть и собрала холодную закуску. Из вьюков достали коньяк, копченую нельму и, что самое важное, новинки из Японии. Банки консервированных крабов, выловленных в территориальных водах России японскими рыбаками. В доме Михаила Юскова кого не встретишь, разминался Елизар Елизарыч, похаживая по мягкому пушистому ковру, вокруг стола украдкой, взглядывая на филенчатую дверь в Малую Горенку, где, как он узнал от Игнашки, отсиживается под замком Дарья. И японские коммерсанты бывают, и голландские купцы, и датчане с англичанами. К зиме ждут гостей из Америки. И все жрут нашу хлеб-соль, и всем нужна сибирская пушнина, и золото, и масло, и мясо. У нас же закупают, и нам же, как от своих фирм, продают с прибылью для себя. На пароходе встрел американского пузыря под вывеской датской концессии вывозят в Европу наше масло сибирское, от своих коров. «Эко и напасть!» — вторил Елизар Второй, успевший натянуть на себя жилет с кармашками и нагрудной золотой цепью от часов, заводимых по торжественным случаям. Так и рассею растащут. И растащат, — раздул ноздри Елизар Елизарыч. Отчего не тащить, ежели головы в сенате Микинны? Война тряхнула, и остатние соображения вылетело. Да и мы тоже русские промышленники. В пеленках пребываем, во младенчестве. Кабы я со своей конторой лег на Большой Фарвата в Красноярск или вот в Новониколаевск. Городишко малый, а на бойком месте строится. Говорят, лет через двадцать Новониколаев заткнет за пояс в Красноярск. Потому на стремни не поставлен. Семипалатинские и Барнаульские степи рядышком, Алтайская благодать и киргизские земли есть, где кадилы раздусь. Новониколаевский и Штыев думал махнуть туда со своей конторой. Опять-таки, если умом раскинуть, то и на Енисей можно укрепиться. И у Ренхай наш, и народческие волости по Абакану-Досаян для скотоводства не хуже Семипалатинского Приволия. Оно так, поддакнул Елизар II. Но дело надо держать в самом Красноярске. Купил вот участок под застройку дома. Каменный поставлю на три яруса возле пристани, чтоб все было под руками. Елизар II почесал в затылке. Ладно ли? Белая Елань, к слову сказать, на Золотом тракте. И туда прииски, и сюда. Белая Елань, Забегаловка, Медвежий угол. Сделки совершаются в больших городах. Иваницкий тоже проживает в деревне у инородцев. Псарю собачье место, отрубил Елизар Елизарович. Куда он сунется, Иваницкий? Или не знают, как он монашеством прибрал к рукам прииски? Оно так, псарь. Если бы Михайло не жил в Красноярске, разве бы он ворочал такими миллионами? И в Англии у него свои люди, и в Японии, и в самом акционерном обществе за главная фигура, и с губернатором на одну ногу. Старик ведь на три года старше меня. Скоро сдохнет. Елизар II вздохнул. И я не заживусь должно. Кому же капиталы перейдут? Сыновьям? Двое у него. Капиталы? Похоже, сыновья умоются. Пока они военные мундиры носят, петербургская просвирка Евгения Сергеевна дом и дело к рукам приберет, хитрющая змея. Обставила себя управляющими мошенниками. На прииске брата Толстого по фамилии. По лесоторговле племянника Львова посадила. Мало того, в тайном сговоре с американцем мистером Чертом прозывается. На русском языке гребет не хуже архиерея Никона. И сам архиерей цыганская бразина днюет и ночует у юзковых. Такая круговерзь в доме не приведи, Господи. Должно укатают Михаил Михайловича. Укатают, подтвердил Елизарь Елизарыч. Не жалко, а туда ему и дорога. Дело лопнет. С такими порядками чего доброго пая в пароходстве лишусь. Спаси Христе, перекрестился Елизарь Второй. Как надумал-то забрать пай? Евгеньюшка на то и била, чтобы я взял пай и развязал ей руки. Не на таковского напала. Чевылин, как уговорился с ним, отдаст мне свой пай с пятью процентами. Так что к весне два пая мои. А там подобьем итоги, чьей силы больше. Дай-то Бог, Григория Андреевича пошлешь в Красноярск, догадался старик. Надежнее нету, кивнул Елизарь Елизарь. Григорий Андреевич, прислушиваясь к разговору, никак не отозвался на похвалу. Дай Бог, дай Бог, кудахтал старик. Медлить нельзя. С последним пароходом Григорию надо уехать. И Дарья с ним. Обмолвившись про Дарью, сын уставился на отца. Что она тут за фокус выкинула? Старик переглянулся с Александрой Панкратевной. Та, скрестив пухлые руки на груди, потупилась. А Левтина Карповна, как бы стараясь отвести неприятный разговор, пригласила к столу. Присаживайтесь, Григорий Андреевич. Выпили по рюмке коньяку, закусили. Так что она за фокус выкинула? Напомнил Елизар Елизарыч. В побег, говорят, ударилась. Старик подтвердил. Было дело. В Минусинск собралась, в учительнице, чтобы самой хлеб себе зарабатывать. Ну, пошумели. Под замок посадили, чтобы охолонулась. Елизар Елизарыч набычился. На хлеб себе зарабатывать? А за родительскую хлеб-соль рассчиталась? Позовите. Может, утречком потолкуешь? Уклонился отец. Зови. Старик долго не мог отомкнуть замок. Руки тряслись. Хоть бы миром обошлось, молился. Открыв половину филенчатой двери, громко позвал. Дарья! Заспалась, Дарья! Проснись, отец приехал. Тишина и темень. В приоткрытую створку двери потянуло ветром. Старик пошел в горницу на ощупь к деревянной кровати. Ощупал постель пусто. И тут увидел выставленную раму. А-а-а! Так твою! А-а-а! Повело Елизара второго, словно судорога схватило. С треском распахнулись обе половинки двери, и в горницу ворвался Елизар Елизарыч. Где она? Где? Сбежала! Как же вы? А-а-а! По темну наведывался, по темну, бормотал старик, суетясь возле окна. По темну наведывался. Ни обувки, ни одежи. Голышком ушла. О-споди! Александра Панкратевна с Клавдеюшкой запричитали, как по покойнику. Тихо рыкнул Елизар Елизарыч, распинувая венские стулья. Найти ее сейчас же, сей момент. Поднять работников, конных послать на тракт в Курагина и в Карату сживо. Григорий, подымай своих казаков. Вылетел на резное крыльцо. Работники, подымайся! Из большой избы выбежали трое мужиков с бабами. Григорий, схватив шинели ремни с шашкой, побежал будить братьев. Верхом и пешком кинулись на поиски Дарьи. Зависть десятая. Тьма, стылость, мокрость осенняя. Дарьюшка пробиралась берегом Молтата к дому Боровиковых, настороженно прислушиваясь к деревне. Нудно лопотал лапами-листьями черный тополь, как шатром, укрывающий тесовую крышу дома Боровиковых. Рокопий Веденеевич задержался на полуношной молитве. Сучья тополя шуршали по крыше. Под завывание ветра, с мокрым снегом отбивая поклоны, набожный тополевец считал псалом «Милость твоя, да небеси истина твоя, да облаков, правда твоя, как горы Божьи, и судьбы твоя, бездны великие, человеков и скотов, хранишь ли Господь?» Раздался стук в окошко Моленный. Прокопий Веденеевич испуганно обернулся, пробормотав спасимя Христе. Прокопий Веденеевич послышался голос, как будто из потустороннего мира. Старик воздел руки к иконам, запричитал, а из неведомого Прокопий Веденеевич, Прокопий Веденеевич, да так настойчиво страждущий, что старик, одолевая робость и страх, приблизился к окошку. Лицо будто женское. «Хто там?» «Ради Бога, пустите в дом». «Хто ты?» «Я Дарья, Дарьюшка Юскова». «О, Господи, прости!» Прокопий Веденеевич отважился открыть половинку створки. На голове Дарьюшки что-то белое-мокрое, на исхудалом лице не глаза, а горящие угли. «Юскова Гриш!» «Елизар Елизарыча!» Из тюрьмы ушла я Прокопий Веденеевич. Замучили, замучили меня. Под замком держали, как арестантку, бормотала Дарьюшка, и глаза ее, умоляющие, просящие, прилипли к бородатому, немилостивому лицу старика. «На одну ночь пустите. Завтра уеду в Курагино к Становому, а потом в город. Ради Бога!» «Экая!» «Ради Бога!» «Опамятуйся, черя!» «Опамятуйся!» «Не Божья воля то, чтобы от родителей в побег черя ушла, и верховодит домом грю. И сказано, «Не отверзни лицо твое от родителя, вскормившего тебя паки молоком своим. Ступай и покорись. Не покорюсь. На одну ночь пустите серьги золотые с камнями отдам. Крест золотой на платиновой цепочке ради Христа. Не искушай, сатано, не надо мне ни троих сережек, ни сатанинской печатки на золоте, кое крестом зовешь. И в дом пустить не могу, не обессудь. Верование ваше рябиновое греховное и дед твой Елизар, и на одну ночь». А ли ты в своем уме ударили каменные слова? «Куда убежишь от воли Божьей? Судьба твоя в руце Создателя грю. Терпением да послушанием жить надо, а не греховной плотью. А ли не ведаешь слова апокалипсиса Иоаннова?» Иоаннова переспросила Дарьюшка, соображая, что ей толкует бравастый старик. «Не помню я, не помню. И то, откель тебе помнить про таинство, коль у греха в приклете возросла?» Злобствую, твердил старик. И Прокопий Веденеевич, будто смилостивившись над несведущей Дарьюшкой, поведал ей устрашающим голосом, точно творил заклятие всему роду еретиков-юзковых. «Есть у таинства четыре коня, и каждому дан глаз грома Господнего. Под первой печаткой конь белый, а на нем садник, имеющий лук, и на голове венец. Под второй печатью конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч на два конца, точенный. В смысле что? Конь рыжий, являн нони. И стала война, побоище всесветная. Да-да, война. Отозвалась Дарьюшка, трясясь от холода и проникающей сырости, и на войне убит Тимофей. Вспомнила, а Прокопий Веденеевич продолжал. И когда он сымит третью печать, тогда явится на землю конь вороной, имеющий меру в руце своей, чтобы грехи людские перемерить. Стон будет, и вопль будет, и стон, и вопль, повторила Дарьюшка, и зубы у нее отстуковали мелкую дробь. И будет снята четвертая печать. И тогда объявится конь бледный, и на нем всадник. Слушай, и имя тому всаднику смерть, и ад за ним. И дана будет ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, мором и зверями земными. И не будет грешником спасения. Ступай, щель. В послушании и терпении явится тебе спаситель, и ты узришь тайну, и жизнь откроется тебе из пяти мер. Из каких пяти мер тряслась от холода Дарьюшка? Святым мученикам, какие не ведают греховной плоти, был глаз Господний. И сказано, ведайте пять мер жизни и сготовьтесь предстать предликом Творца нашего. Так же, первая мера, когда во чреве пребываешь и ноздрями не дышишь, а плоть живая. Отчего так? Господь ведает. Вторая мера, когда на свет народился, стопами по земле пошел, а что к чему не уразумел. Один к Богу обратился, и благодать ему от века. Другой, во грехе увяз, якосвинья в навозе, со злом трапезу правит и не ведает, когда грядет конь бледный и спрос и суд чинить будет. Дарьюшка решительно ничего не понимала, что еще за мера жизни и что за конь бледный. Будет и третья мера жизни за второй, наставительно продолжал старик. Угодный Богу, якого второй раз народится и радость будет ему. И небо узрит в розовости и настанет на душе его просветление и мир. Такая мера для святых мучеников. И я, и я мученица, ты не мученица, а во грехе пребываешь, коль плод терзает тебя. Зри, грядет третья мера, как жить будешь? Я ничего не понимаю. Будет дано, поймешь. И еще скажу, за третьей мерой жди четвертую. В коей старцы пребывают? Тогда душа очищение примет от земной скверны, чтобы воссиять в пятой мере и усладиться вечным блаженством в загробной жизни. Не понимаю. Ступай тогда, нету мого разговора с греховницей, коль святого слова не разумеешь. Какая мера? Где? Люди, как звери, они меня замучают. В третьей мере прошусь. Я не чужая вам, не чужая, сын ваш. Сгинь с глаз моих не совращай. Эка и стужа. Не держи створку. Старик пытался закрыть створку, но Дарьюшка вцепилась в нее обеими руками. Скажите ради бога, Тимофей живой? Плоть мучает тебя, греховодница. Живой он, живой. Да чего же ты вредная? Гумага была убит. Неведомо токмо с покаянием, а ли без креста и молитвы отошел от юдоли земной. Ежели без покаяния сгил, как нежимши. Не верю, выкрикнула Дарьюшка, не верю, покажите бумагу. Не тебе пришла бумага из волости, а мне, я к родителю. Рассердился Прокопий Веденеевич. Изыди, Грю, не уйду, дайте прочесть бумагу. Створку вырвешь, дура, бить тебя, что ли? Бейте же, бейте, рванулась Дарьюшка грудью в окошко. Прокопий Веденеевич отступил, ругаясь, глядя на Дарьюшку пронзительное зло, а тогда уже достал из деревянного сундука сверток казенных бумаг, порылся в нем и нашел извещение, сочиненное урядником о погибшем сыне Тимофея. Дарьюшка выхватила четвертушку бумаги и, повернув ее к свету, мгновенно пробежала глазами еще раз и еще и вдруг тихо ойкнув, повалилась на завалинку. Старик испуганно перекрестился, быстро захлопнул створку, притянул ее веревочкой к косяку и, не мешкая, погасил свечи на аналое, бормоча что-то себе под нос, ушел в большую горницу к сырице Миланье. «Неисповедимы пути господни!» подумал он и, приваливаясь к теплому боку невестки на деревянной кровати, экая дуря буяла девку, а ума решилась, греховная в греховности пребывает, и заснул сном праведника. Сколько пролежала Дарьюшка в беспамятстве под окном дома Боровиковых, она сама не знает, очнулась продробшая, убит, убит, обожгло сердце, и она в раз все вспомнила, света не было, только лопотал черный тополь, толстущие сучьи висят над головой Дарьюшки и, покачиваясь под напором ветра, зловещи скребут по карнизу и крыши, скр-скр-скр. Так было, так будет, из века в век, ступай и покорись, а у Дарьюшки зуб на зуб не попадает, мокрое платье прилипло к телу, волосы рассыпались по плечам, покрывало скатилось за валенки, и Дарьюшка не отважилась спуститься вниз и поднять его, к чему, убит, убит, силы иссякли, если бы кто подскочил с ножом, она бы не стала защищаться, молча приняла бы удар. Она не помнит, где и когда потеряла войлочные домашние туфли и не чувствовала, как окоченели ноги. Пространное, всяхватное равнодушие усыпило сознание. «Мне все равно», подумала она, теснее прижимаясь к бревенчатой стене и боком, шаг за шагом добралась до угла дома, спустила ноги с заваленки еще раз, оглянулась на черный тополь и, вся скорчившись, силою прижав руки к груди, соседнего дома Трубиных и свернула в глухой и узкий переулок, куда, зачем, не думала. Брела серединой переулка по колено вязкой, немытой непогодием грязи, из лужи в лужу, гонимая вздохами холодного ветра с лякотью и тупым отчаянием. На исходе переулка в приисковую улицу поскользнулась и упала, не успев опереться на руки. Не ойкнула, в раз объемно увидела обрюзшее небо в наплывах такой же непролазной грязи, как и на земле, и вдруг вспомнила Так же вот лепила мокрым снегом, и она, Дарьюшка, возвращаясь с вечера, оступилась и упала, навзничь в лужу. А подружка Аина потеша и столкнула в лужу гимназиста Антошку Гмырю, долговязого, стеснительного паренька, поклонника малороссийской поэтессы Леси Украинки. В тот раз Антошка Гмыря подхватил Дарьюшку на руки, вынес на сухое место, и, возбужденный близостью с красавицей и Дарьюшкой, восторженно прочитал стихотворение Леси Украинки. Дарьюшка потом попросила Антошку, чтобы он записал стихотворение в ее альбом, и выучила его наизусть до того, оно ей понравилось. Дарьюшка вспомнила это стихотворение, и чего-то, испугавшись, какого-то толчка изнутри, порывисто поднялась, огляделась, одна, совершенно одна в пустыне. Может, и Леся Украинка побывала в такой же пустыне одиночества и отчаяния, когда написала свое страшное стихотворение. Глядя в немую пустоту, Дарьюшка шептала, «Я на темном глухом перелоге Буду сеять цветы и растить, Буду сеять цветы у дороги, На морозе слезами поить, И от слез этих вьюги не станет, Ледяная растает кора, И цветы зацветут и настанет, Может быть, золотая пора. Да, я буду сквозь плач улыбаться, Песни петь даже в горькие дни, Без надежды надеясь смеяться, Прочь унылые думы мои!» Без надежды надеясь смеяться, И слезы брызнули из глаз Дарьюшки, Закрыв лицо отерпшими от стужи ладонями. Согнувшись, она плакала-плакала на взрыв, Будто судьба сама подвела ее на край могилы. Еще один толчок, И Дарьюшка упадет в яму И никогда уже не будет на этом свете, Без надежды надеясь смеяться, Черно и сыро. Замучили-замучили проклятые, Билась в оскорбленной душе Ядовитая тоска, И Дарьюшка, преодолевая чугунную тяжесть, Пошла дальше улицей, Мимо безмолвных исп, Мимо равнодушных и сонно-безучастных людей, Не ведавших, что где-то рядом, За бревенчатыми стенами, Чье-то сердце исходит кровью В неравной схватке с жестокостью. Ни в одной избе огня. Фартовые поискатели Отсыпались за летнюю удачу, Не фартовые горе мыкали В потемках до осеннего престольного покрова дня, Когда они будут собираться в компании, Пить самогонку и хвастаться. Тут всегда так, В праздник пьяный разгул с драками, В будни сырая или голодная одурь, До вешней побудки, Когда тайга, освободившись от зимней спячки, Позовет к себе старателей На потаенные тропы и золотоносные жилы. Чужие люди, чужие судьбы, И весь мир для Дарьюшки В эту ночь, как библейская аравийская пустыня, Ни отзвука, на глаз вопиющий, Ни участия на стон страждущий, Ступай и покорись. Бьют нерапщи, Передают с рук на руки, В придачу к мельнице радуйся, Так было, так будет. На крови каторжника поднялся страшный тополь, Как бы утверждая собой Незыблемую, окаменелую вечность, Человек человеку волк. Милосердия нету, Или ты, или тебя укатают. Без надежды, надеясь, Смеяться шептала Дарьюшка, Напряженно прислушиваясь К чему-то новому, важному, Нарастающему внутри, Освобождающему сердце от тяжести. Куда она идет? К какому пристанищу? И есть ли пристанище? За приисковой улицей тракт в Курагино, Ветер с дождем и мокрым снегом Застилал глаза, Упираясь в грудь мохнатой лапой, Будто хотел повернуть Дарьюшку обратно Под родительский кров К покорности и смирению. По левой стороне тракта Мотались вершинами березы, И ветер свистел в сучьях, Слева от тракта кладбище. И Дарьюшка вспомнила пророчество старика, Есть у таинства четыре коня, Конь белый, Конь рыжий, И сидящему на нем Дано взять мир с земли, И чтобы убивали друг друга. Тогда явится конь вороной, Чтоб грехи людские перемерить, И тогда объявится конь бледный, И на нем всадник, Имя тому всаднику, Смерть и ад за ним. Дарьюшке почудилось, Что она тщетливо видит кресты И слышит конский топот, Ближе, ближе, По кладбищу мчится всадник На бледном коне, Спаси и сохрани. Помолилась она, Но не испугалась, Всадник и кони исчезли. Я видела, видела, Дарьюшка напряженно Приглядывалась к темноте, И жизнь откроется тебе Из пяти мер. Да-да, Промолвила Дарьюшка, Как будто клялась кому-то, И внутри у нее, В сердце, в рассудке, Что-то раскололось на две половины, На мир зримый, Который она видела и не понимала, И мир внутренний, таинственный, С которым она сейчас вела разговор. И ты узришь тайну, И жизнь откроется тебе Из пяти мер. Да-да, из пяти мер. Поддакнула Дарьюшка. Первая мера, Когда во чреве пребываешь, И ноздрями не дышишь, А плоть живая. Да-да, живая. Вторая мера, Когда на свет народился, С топами по земле пошел, А что к чему, не разумел. Будет и третья мера жизни за второй, И радость будет, И настанет на душе просветление. Такая мера для мучеников. Я мученица, мученица! Воскликнула Дарьюшка И облегченно вздохнула. Теперь она понимает, Куда идет третью меру жизни. Да-да. Из рощи на тракт Вышли трое мужчин. Дарьюшка удивленно уставилась на них, Узнала мамонта головню, Кузнеца высоченного В картузе и в тужурке по пояс. И каторжанин, Зырян с сыгаркой в зубах, Еще кто-то, кажется, Еврей Петержинский, Портной и ссыльно поселенцев. Э-э-э, Уставился мамонт головня. Дарья Елизарна, Ищет тебя потылицин с братьями. У Крачковского они. У какого Крачковского? Дарьюшка забыла, Что в доме бабки Ефимии Квартирует по лиц ссыльной Крачковской С чахоточной женою И безродная Варварушка живет с ним. Она же босая, В эку и непогодь, Засуетился Зырян, Стягивая с себя ту журку. Сбежала должно от живоглотов, Куда бы ее, А спрятать бы надо, ребята. Что вей, что вей, Замахал руками Петержинский В суконной поддевке. С атаманом шутить нельзя, Скажу вам. И не попрощавшись, Петержинский ушел. Зырян накинул на плечи Дарьюшке ту журку. Дарьюшка очнулась, Будто и сбросила ту журку. Уходите, уходите скорее, Быстро, Оглянувшись таинственно, Сообщила. Идите лесом, горами, Мимо кладбища не ходите, Там сейчас бледный конь. Бледный конь, Переспросил Зырян. Уходите, уходите. Э? Куда же ты, босая раздетая? Не погодь-то на всю ночь. Пойдем с нами, Мы тебя спрячем. Меня спрячете, Переспросила Дарьюшка И добродушно захохотала. Беззаботно восторженно, Как давно не смеялась. Какие вы чудные. Спрячьте меня. Ха-ха-ха. Меня нельзя спрятать. Я теперь в третьей мере жизни, И меня никто, Никто не достанет. Высоко, высоко. Я совсем стала легкая, Как птица. Господи, помилуй, Попятился Зырян. Позицию, Проговорил мамонт Головня, Не зная, что предпринять. Они ее доконали, Живоглоты, Доконали паря. Присматриваясь к темноте, Дарьюшка увидела Рыжие пятна света Из окон дома бабки Ефимии. Там свет, видите? Головня еще раз напомнил, Что в доме бабки Ефимии Сейчас атаман сотников, И Саул Патылицин с братьями, И что они ее ищут. Меня ищут, смешно. Меня нельзя найти. И так же спокойно Сошла с тракта в рощу, Направляясь к дому бабки Ефимии. Ге-ге-ге, Покачал головой Зыря. В смысле, что к чему? Спросил Головня. Вот оно тебе, самодержавие. Человек может погибнуть Не за понюшку табаку. У личности никакой свободы нет. Ох, как нужна Всесветная революция. Оно-то так, паря. Они пошли к деревне. В поисках беглой дарюшки Григорий с братьями Андреем и Пантелеем Пришли к дому бабки Ефимии В Березовой рощи. Григорий, поднявшись На высокую завалинку, Заглянул в одно окно, в другое. За столом в передней избе Сидели политики. Исаак Крачковский С вислыми черными усами, Рядом с ним мамонт-головня, Зырян, приискательница Ольга Федоровна. На угловой лавке Кто-то молодой черноволосый В желтой кожаной куртке С отложным воротником При галстуке И не иначе вожак подпольщиков. Спиною к окну Еще двое, мужчина и женщина. На столе самовар Чеканной Тульской работы Достояние Ефимии. Возле каждой чашки с чаем На блюдце Печенюшка, варенье В хрустальной вазе. Однако ни к чаю, Ни к этой снеди Никто не притрагивался. Тот, кто сидел спиною к окну, Читал что-то по книге. Ага, вот и Петержинский портной. К столу подошла вся в черном Жена Крачковского. Григорий не раз встречал Ее в Белой Елане. Понятное дело, сходка. Допрягая слух, Заглядывая в глазок ставни, Григорий никак не мог понять, О чем шла речь. Тот, кто сидел в кожаном, Перебивая чтеца, сказал Все это чересчур мудрено. Расщипай меня на лучину. Надо бы проще. Так, чтобы понятно было Каждому приискателю рабочим. Сейчас надо говорить Не о противоречиях империализма, А о самой войне. Так, чтобы солдаты оружия Повернули против тирании, Против самодержавия. Спросил Андрей. Григорий спрыгнул с доваленки. Не видно. Тут собрались такие головорезы, По которым тюрьма плачет. Договариваются, как солдат Подбить на восстание. Надо их накрыть. Ты, Пантелей, беги моментом За атаманом Сотниковым. Он у Сумковых остановился. И старосту Лалетина позови. Да шашку захвати, Не забудь сей момент. Скажешь атаману, У полиц ссыльного Крачковского Сходку накрыли, понял? Пантелей побежал. Григорий и Андрей Прошли под навес, Заглянули в конюшню Рядом с коровником. Под навесом стояли две кашовки. Одна без оглоблей И другая, Обитая медвежьими шкурами, Вместительная, С пялами у задка. На середине ограды Тарантас на железном ходу. В конюшне пара лошадей, А поодаль сытый мерин в яблоко. Не иначе из Минусинска прикатили, Проговорил Андрей, Разглядывая Тарантас С железными подкрылками. Это мы сейчас узнаем. Долго стучались в сенную дверь. Окликнул мужской голос. Кто там? Казаки, открывай живо. Григорий вытащил пистолет. Открыл Крачковский. Григорий вошел в избу первым. Выглянула. Старенькая Варварушка Из боковушки И тут же спряталась. Дарья Елизаровна Тут нет? Спросил Григорий. Крачковский ответил. Нет, Дарья Елизаровна. Загляни-ка в горницу Андрей Отослал брата Григорий. Я же сказал, У нас нет Дарьи Елизаровны. Напомнил Крачковский. Помолчите пока, политик. Я еще спрошу, Кто у вас в доме И что здесь происходит? За столом поднялся Незнакомый с черной бородкой. По какому праву? Позвольте узнать. Григорий хищно раздул ноздри. Это вы сейчас узнаете по какому? Предупреждаю Сидеть всем на своих местах Без разговоров. Расщепай меня на лучину. Вскочил человек в кожанке. Вы что, в конюшню ввалились? Или в казарму? Судя по вашим погонам, Вы и Саул. Молчать, вскипел Григорий, Наставляя на него пистолет. Не с места говорю. Это же произвол, Сказал Крачковский. Андрей вернулся из горницы Повел плечами. Нет, дескать. Найдется, буркнул Григорий И, продолжая держать пистолет, Вытянул той же рукой шашку из ножен, Передал брату, Садись у двери, В случае чего, рубись гадов. Прошу прощения, Иронически поклонился человек в кожанке, Рабочих приискательских сапогах С высокими голенищами. Соображение ваше Ниже конских копыт. Учтем, вожак, учтем, Пригрозил я Саул, Опускаясь на стул возле кровати. Расколем от макушки до пяток, А ты, Крачковский, И ты, Петержинский, Загремите из белой елани, Ко всем чертям, Подпольные сходки устраивайте. Петержинский начал было Объяснять по поводу Чего чаепития, Но тут вмешалась вдовушка Ольга, Кореглазая приисковая красавица. Что с ним говорить-то, С лещом эдаким? И устремилась к Григорию. Ну, стреляй, лещ, при погонах! Андреевский нал шашку. Предупреждаю, Снова пригрозил Григорий. Стрелять буду без предупреждения, ясно? Вскоре пожаловали Атаман енисейского казачьего Войска сотников, Приехавший в Белую Елань На медвежью охоту. Пантелей при шашке И стар стал олетен с берданкой. Григорий заявил, Что подпольщики читали Недозволенное И что готовы были Совершить нападение, Чтобы замести следы. Особенно вот этот хлюст Указал он на кожанку. Тэээкс! Пронзительно уставился Атаман на незнакомца. Позвольте документы. Тот предъявил паспорт, Выданный Министерством Внутренних дел Для поездки в Англию. Гаврил Иванович Грива. Так точно, Ваше превосходительство. Да, Злоу ставился Атаман на Гриву. Паспорт выдан вам Для поездки в Англию. Так точно, Ваше превосходительство. Довольно. Не навеличивайте с хихидством. Мне ясно, Что вы имеете в виду. Нижайшее почтение Поклонился Грива. Дворянин, Спросил Атаман. Из дворян горный инженер. Что за работа в Англии? Связь с преступными элементами? Никак нет. Еду на один из заводов компании. Работаете на приисках Иваницкого? Да. Полицейльный доктор Грива. Ваш родственник? Отец. Понятно. Садитесь. Паспорт пока оставлю. Позвольте ваши документы. Обратился Атаман К господину с черной бородкой. Тот предъявил Сыльно-поселенческий вид на жительство. Экс. Винбаум. Григорий Спиридонович. Петербургский уроженец. Так точно, 1891 года. Жит. Еврей. Сыльно-поселенец? Да. С апреля 1910 года. Определен в ссылку в деревню Подгорную Еландской волости Енисейской губернии. С разрешения губернского жандармского управления переехал в Минусинск к жене. Кивнул на молодую женщину с орехово-желтыми волосами. Тэкс. Атаман прочитал бумагу жандармского управления. В Минусинск дозволено? Дозволено. А где находитесь, спрашиваю, вскипел Атаман. Тайную сходку проводите? Спрашиваю. Никаких сходок, господин Атаман. Кульвовичу Крачковскому. И никаких сходок. А это кто? Родственники? Ткнул Атаман на головню Зыряна и Петержинского. Сыльнопоселенцы. Есаул напомнил Атаману, что на сходке, как он своими ушами слышал, читалась крамольная книжица, которую успели запрятать. Поищем. Ну, а ваши документы? Прицелился Атаман на жену Винбаума. Тоже ссыльнопоселенческий вид? Великолепно. Ада Павловна Лебедева? Жидовка? Не смейте, вспыхнула она. Позвольте сметь. И, взглянув из-под лобья, на мужа скрипнул. Какая она вам жена? И потряс документом. Или у жидов так? Ночь жена, вечером девица гулящая? Я попрошу вас молчать. Или предъявите брачные свидетельства? В каком соборе вас повенчали? С попом, раввином? Или сам черт венчал? И на руках качал. Господин Атаман, молчать. Тут вам не жандармское управление, казачья земля, предупреждаю. И если вы явились с подрывными целями, я сумею справиться и без жандармов, либеральничать со всякой сволочью, казаки обыскать дом, староста помогай. Ну, а эти кто? Кивнул на сидящих в углу и отдельно на Ольгу Федорову. Григорий пояснил. Мамонт-головня, здешний полиц ссыльный, которому бы давно пора катать тачки, зырян из катаржан, а вот Федорова вдовушка. Не из ссыльных, но, как и Саулу, дополнительно известно, принимала активное участие в бунте приискателей в Бадайбо в 1912 году. Ее муж расстрелян во время восстания, и сама она достойна отменной порки. Прошу именно ее задержать и обыскать ваше высокоблагородие, торопился Григорий. Подозреваю, что книжка или прокламация спрятана под платьем. Тэээкс. Атаман расправил пшеничные усики и, кивнув на дверь, скомандовал головне Петержинскому и зыряну. А ну метитесь, я еще вами займусь. Воспользовавшись моментом, Ольга убежала к Варварушке, слышно было, как щелкнул крючок. Выбить дверь. Григорий позвал братьев, те приналегли. В ту же секунду, как только распахнулась дверь, Пантелей получил удар к деревянным вальков. Взять ее, притопнул атаман. Андрей со старостою нырнули в комнатушку и в темноте схватились с Ольгой. Выкрики, ругань, грохот. Ольга выскочила, толкнула Григория к двери. Паганцы, стервятники, в руках ее сверкнул нож. Взять, взять, гремел атаман. Ольга отпрянула в куть, и кто знает, как получилось бы дальше, если бы в эту минуту... Здравствуйте, раздался удивительно спокойный и умиротворяющий голос. Все оглянулись. У порога стояла женщина, босые маленькие ноги, по колено в грязи, как в шерстяных чулках. Черное платье с кружевным воротничком прилипло к телу, лицо неестественно белое, округлые и блестящие глаза. Что вы так кричали и шумели? И, увидев Ольгу с ножом, усмехнулась. Что это? На кого ты? И так же спокойно улыбаясь, направилась к Ольге в куть. Ольга опустила руку, пятясь в угол к печи. Мы еще не ответили на вопрос древних греков, что для нас главное? Энтелыхия или энделыхия? А вы тут шумите, это же очень важно. Что для нас важнее? Реальность или действительность или тяготение к бытию? Брр, как холодно, я вся озябла. Дарья Елизаровна пришел в себя Григорий. Милая ты моя, разнесчастная головушка, залилась Варварушка. Что они с тобой поделали, изгои, жестокосердные ироды? Дарьюшка узнала ее, по холщовой длинной рубахе и передернула плечами. Иззябла я, Варварушка, иззябла. Ах, как бы бабушка Ефимия была дома, не дала бы тебя в обиду, не дала, и зверхотец твой, мучитель и старый хрыч тоже. За что они тебя под замком-то держали, окаянные? Иззябла я, Варварушка, и дождь, и снег, небо розовое, как кровью умытое, и свет красный-красный. Мне надо еще многое успеть, Варварушка. Я на темном глухом перелоге буду сеять цветы и растить, буду сеять цветы и у дороги, на морозе слезами поить. Дарьюшка приложила ладони к глазам, как бы что-то припоминая. Они меня испугать хотели, мою живую и вечную душу. Ха-ха-ха-ха. Дарьюшка пронзительно взглянула на атамана, на братьев, потылицыных которых узнала. А-а-а, Ясауловы сваты, они меня сватали, мою живую душу, за кого-а-а. И он здесь, ух, какой он гадкий, вечно гадкий, мой жених нареченный папашей, ему разве я нужна? Все ладно, если деньги есть и переполнена мошна. У моего папаши переполнена мошна, ему нужен свой человек, но смотрите, погрозила пальцем, конь бледный рядом на кладбище, и всадник белый на нем, в савани, тот всадник смерть и ад мучителем. Кому из вас черед, тот нынче под копытами будет, как холодно в тундре, мхи или шайники, вечная мерзлота, северное сияние. Господи, отважилась подойти, Варварушка, пойдем ко мне, пойдем одену, в сухое-то. Дарьюшка решительно отстранила ее руку. Нет, нет, сейчас нельзя. Ты ведь не знаешь, Варварушка, я босиком прошла вторую меру жизни. А теперь третья мера, и мне все так ясно и понятно. Я ушла от вас, в третью меру ушла. Я теперь как француженка, видите, какая тоненькая. Дарьюшка недосказала, потупилась и засмеялась, прикрыв пухлый рот ладошкой. Григорий и братья стояли плечом к плечу возле кровати, не зная, что предпринять. Атаман, держась рукой и затемляк шашки, многозначительно посапал. Нечто невероятное творилось с инженером Гривой. Он, казалось, окаменел, неотрывно глядя на Дарьюшку. Потом машинально распустил узел черного галстука, расстегнул воротник. Он то взъерошивал свои густые черные волосы, то закрывал на мгновение глаза. Ада Лебедева переглянулась с Вейнбаумом. Я ее знаю, Гриша. Она однофамилица Василия Кирилловича Юскова, нашего домохозяина. Что с ней произошло? Казаков надо спросить. Ада подошла к Дарьюшке. Даша, ты меня помнишь? Даша пристально посмотрела на нее. Я Ада Лебедева, помнишь? У Дарьюшки только зубы цоколи. Помнишь, мы часто спорили с тобой по прочитанным книгам, особенно по воскресенью Толстого. Воскресенье? В третьей мере нет воскресенья, а есть вечная жизнь. Что с тобой, Даша? Со мною Дарьюшка усмехнулась, обнажая плотные сахарно-белые зубы. Если бы вы знали, как я счастлива, мне так трудно было. Шла-шла, и опять стригущий взгляд черных глаз, и снег, и дождь, и небо. А я все шла-шла, вторая мера, длинная, длинная. Ты меня помнишь? Тебя? А кто ты? Ада Лебедева, из Петербурга. Я снимаю комнату у Василия Кирилловича Юскова-Минусински. Ваш дядя, кажется, винозаводчик и коннозаводчик, Василия. Помнишь, книги вместе читали, помнишь? Книги. Дарьюшка насупилась и, оглянувшись на казаков, проговорила, как в забытии. Они, они скоты, не читают книг, не читают. Они меня, как арестантку, под замок упрятали. Изранили мне всю душу. Ненавижу их. За что они меня? За что? Спрашивала Дарьюшка, перескакивая с одного на другое. Щеки у нее разгорелись. Они меня. Вот он, Ясау, в придачу к паровой мельнице. Меня, мое тело, мою живую душу. Это и есть дочь Елизара Елизарыча, указал взглядом атаман, повернувшись к Потылицыну. Григорий подтвердил и дополнил. Бежала из дому и ее сейчас ищут. Надо немедленно в больницу, сказала Ада Лебедева. У нее жар и даже... Ты, Винбаум, и ты, кивнул атаман в сторону Лебедева, даю сроку три часа. Метитесь из Белой Елани. Если через три часа не уберетесь, отправлю под конвоем в Казачий Каратуус. Там я с вами поговорю, в штабе дивизиона. А ты, приискательница, гляди, покажется тебе небо в общинку. И, не дождавшись ответа, пошел из избы. Григо остановил его. Позвольте паспорт. Атаман помедлил что-то, обдумывая молча, выкинул паспорт и вышел за ним в старость. Дарюшка только сейчас распознала, говорила Григору, быстро подошла, оглядела удивленно. Ты здесь? Как ты здесь, а? Почему ты здесь? Рыцарь мятежной совести. Вот интересно. Помнишь, ты звал меня Дульсинея Енисейской? Григо хотел ответить и не мог. Говори, говори, Гаврия. Ты должен говорить, должен. Я так ждала тебя тогда в доме Метелиных, но ты исчез. Куда? Не знаю, я ничего не знаю. Григо молчал. Я тогда первым пароходом приехала, и Вера Метелина со мной подружка. Помнишь ее? Помню, глухо ответил инженер. Ты любил старшую, Поросковью, как она называла тебя. Дарюшка потерла ладонью лоб. Вспомнила. Инженер на услугах. Гордая, умная и беспощадная. Теперь она твоя мачеха, да? Да, еще глуше отозвался Григо. Ты ее очень любил. Все прошло, Дарюшка. А тебя помнил. Не знал, что ты в Белой Елане. Почему не знал? Я думал, ты дочь красноярских юсков. Красноярских? Там же другие юсковы, Гаврия. Совсем другие. Михаил Михайлович, сын бабушки Ефимии. Как же я могла быть его дочерью? Что с тобой случилось, Дарюшка? Она ответила милой улыбкой. Смешной ты. Тогда тоже был смешной. Ты так важно говорил. Горный инженер. Все равно, как ваше величество. Григория велел Варварушке переодеть Дарью в сухое, но она не далась. Выпорхнула из избы, как черная птица. Григорий с братьями за ней. Дарьюшку нагнали в рощи. Пустите, пустите, отбивалась она от казаков. Дарья Елизарна, опамятуйтесь, босил дюжий пантелей, схватив ее в охапку. Братуха, держи ей голову. Она мне бороду прикусила. А что к тебе? Несите ее на руках, скомандовал Григорий, и, сняв шинель, накинул Дарьюшке на плечи. Она вспомнила. Вот так же скрутили бабушку Ефимию, потом подвесили на костыли и тело жгли каленым железом. Пытать будете, билась пленница в дюжих казачьих лапах. Вы вечно мучаете всех живых. Вечно, вечно. Шли быстро по тракту. Куда ее, Гришуха, опыхтел пантелей? Давай к нам в дом. Елизар Елизарыч убить может. Ладно ли к нам-то, усомнился Андрей. Она, кажется, умом повредилась. Дай-ка мою шашку, сказал Григорий, заслышав шаги на тракте. Оглянулся, следом шел горный инженер. В размыве черных туч выглянула удивительно светлая луна. Отчетливо проступили стволы берез по обочинам и мохнатые шапки деревьев на кладбище. Здесь, здесь, бледный конь, вскрикнула Дарьюшка. Не спасетесь, мучители, не спасетесь. Не будет вам розового неба, не будет вам света, тьма, тьма, тьма. Григорий подстал от братьев, поджидая Гриву. Я его сейчас разделаю, дворянина, одним ударом. Но тут же осадил себя. Можно ведь и без шашки своротить морду, пусть рылом пропашет тракт. Заметив Ясаула, Грива замедлил шаг. Луна опять укуталась в тучку, как в черную шубу. Темень, снег с дождем утих, начала подмораживать. Сжимая кулак в хромовой перчатке, Григорий жалел, что оставил пистолет в шинели. Он бы сейчас пригодился. Грива остановился справа от тракта в двух шагах от Ясаула. Григорий не заставил себя долго ждать. Момент лицом к лицу, как кольцо в кольцо, не разнять. Ну, тыловик, поговорим. И, размахнувшись, со всей силой ударил в лицо. Грива упал, чавкнула грязь. Ложись мордой, или я тебя проткну насквозь собака. Задыхался Григорий. Поворачивайся носом в грязь. Чувствуя шею, жалющее лезвие шашки, Грива перевернулся на живот. Ползи, ползи, рычал Григорий. И помни, собака, зрелищем поверженного Григория, повернул обратно к Белой Елани. Какие мерзавцы, сказала Ада. В Российской империи сие дозволено развел руками Вейнбаум. Ты все шутишь. Что же нам делать безоружным, если не шутить? Ну, а вы, Ольга Семеновна, настоящая марфа-посадница. Ох, и струсила я боженьки и думала, как рванут платья, а тут тебе и обе книжки вывалятся. С этими книжечками мы бы все прогулялись в казачий Каратулс, а потом и до губернии бы, до тополя усмехнулся Вейнбаум. Ада сцепила на груди пальцы. Какое зверство! Они ее замучили. Мы ее не можем оставить в таком положении. Что ты предлагаешь, спросил Вейнбаум. Увезти в Минусинск? Гуманно. Но как это сделать? Гриша, воскликнула Ада Лебедева. Ты шутишь? Я не шучу, кто тебе ее отдаст? Или ты думаешь ворваться к казакам и отбить ее силой? Исак, что ты скажешь? Обернулась Ада к Исаку Крячковскому. Тот тоже ничего не мог придумать. Но вряд ли мы ей поможем, Ада. Да и слушать нас не станут. Здесь Ада не Минусинск, казачья земля. И казачий каратус рядом, староверы грязью закидают, а казаки шашками изрубят. Без суда и следствия, как бунтовщиков-провокаторов. Это они умеют оформить. В два счета. За семь месяцев пребывания в ссылке в Белой Елане нас с женой пять раз обыскивали. Наскакивали на улицах, закидывали грязью и гнали из деревни, как собак. Если бы только это, грустно отозвалась больная жена Крачковского. Если бы только это, повторил Крачковский. Дарья может погибнуть, не унималась Ада. Вы же видели. Именно, подтвердил Крачковский. Юсковы сейчас в таком состоянии, что ей уже никто ничего не сделает. Все, что можно было, они уже сделаны. Довели до последней черты, или, как она сама сказала, до третьей меры жизни. Вейнбаум хлопнул себя по коленям. Сейчас надо убираться ко всем чертям, как по предписанию атамана Енисейского казачьего войска. Примут черти, а? Ты все шутишь, Гриша. Без всяких шуточек, Ада. Но где же наш рыцарь мятежной совести, Гавриил Иванович? Дарьюшка удивилась, узнав Гриву, сказала Ада. Они, кажется, были в близких отношениях. Он так смутился. Она горела, как факел, вспомнил Вейнбаум. Я бы скорее ее назвал рыцарем мятежной совести. В синях послышался шум, будто что-то искали. Крачковский быстро вышел и вскоре вернулся встревоженный. Захватив железный ковшик с кухонного стола, снова ушел, вернулся нескоро, и не один с ним был Гавриил Грива. Все молча уставились на него. Все лицо горного инженера было в кровавых порезах. Одежда и сапоги в грязи. Казаки, тихо спросила Ада. Грива ничего не ответил. В крестовом доме братьев Потылицыных прямо через улицу от дома Юсковых Дарьюшку встретили перепуганные невестки Григория Фекла Андриановна, жена Пантелея и Марья Неконоровна, жена Андрея Андреевича. Одна высокая, сухая, остроносая, в черном, как монахиня, другая, толстая и неповоротливая, как сытая корова. Дарьюшку пронесли в горинку Григория с окнами в ограду и уложили на холостяцкую узкую кровать. «Куда вы меня, куда?» стонала Дарьюшка, дрожа всем телом и бросая тот же стрягущий, отчужденно-холодный взгляд на поджарого Григория, осторожного и предупредительного, то на длинную Феклу, то куда-то мимо в мутное окно с цветочными горшками, как я из зябла. Фекла Андриановна подсказала, что Дарью надо бы растереть спиртом, в бане бы попарить. Простыла она, гли какая. У Сумковых, но не топили баню, с бегой Марью узная, если остыла баня, дров подкинь в каменку. «Одной-то мне боязно, бань-то у них, Эван, где?» «У Молтата». «Идите с Андреем, ишь как?» вздулась Марья, не трогаясь с места. «Живо!» подстегнул Григорий, а сам направился к Юскову. Вскоре в дом ввалились Юсковы два Елизара, Александра Панкратьевна и домоводительница Алевтина Карповна. Елизар Елизарыч прошел в горницу, посмотрел на дочь, хмыкнул в бороду и вернулся в избу. Добегалась дура и строго взглянув на жену пригрозил. «Вот до чего довело твое попустительство и слабохарактерность. У девки дурь через края хлещет, а ты ей потворствовала. И батюшка тоже. Хороша она, теперь смотрите». Старик Юсков виноват опогнулся и шаркая подошвами прошел в горинку, а за ним мать Дарьюшки с Алевтиной Карповной. Елизар Елизарыч подступил к Григорию и, глядя в упор, спросил, «Как соображаешь в дальнейшем?» Григорий охотно ответил, «Если позволите, пусть останется у нас». В каком понятии останется? Моей женой. Я свое слово сказал давно, перемены не будет. И для меня Григорий как правая рука, потому движение у нас определенное, как по большому тракту. Григорий помалковал, что-то насторожило его в состоянии невесты, пугали ее отчужденно-холодные глаза. Обрывчатое бормотание, как у сумасшедшей, не свихнулось ли. Но тут же гнал сомнение, просто Дарьюшка простыла, перепугалась по дороге к дому Ефимии. «Ну как?» «За счастье почту, Елизар Елизарыч!» «С Богом, Гришуха!» обрадовался родитель. «Скажу Левтине, чтобы икону принесла и благословлю, как по нашей вере. Пожелаешь, повенчайтесь в городе, преданное, какое полагается, сготовлено, хоть сейчас возьми. Бумаги на мельницу и вступление в пай уладим в Красноярске. А сейчас медлить нельзя, последний пароход придет в пятницу». «О здоровье Дарьи Елизаровны!» «Молодой дело, живучая, Гришуха!» «В случае чего, там в большом городе и большие доктора в наличности!» Домоводительницу Левтину Карповну послали за иконой. Александра Панкратиевна сморкалась в платок. «Что с ней поделалось-то, Господи?» «Меня не признает, огнем горит, в чем дух держится!» «Не распуская нюни, и жить будем миром и радостью!» Даже старик Юсков, немало повидавший на своем веку, и тот не выдержал церемонии родительского благословения, поплелся к себе. Да и у Григория ком застрял в глотке от одного взгляда на нареченную. Вышло так, что Елизарь Елизарович со старинной иконой в руках и Александра Панкратиевна, зажженную свечою, благословили одного жениха в те минуты, когда невеста, то вскакавая на постели, то порываясь сорвать с себя одежды, отбиваясь от костлявых рук Фекла Андрианова, металась, как щука в бредни. Григорий принял от Елизара Елизаровича нерукотворный образ вместе с самотканным полотенцем и понес поставить в передний угол на божницу. Братан Андрюха подал стул, чтобы подняться к божнице. «Богородица причистая, спаси и сохрани!» раздались голоса по горнице. Елизар Елизарович, взглянув на Дарьюшку, готов был сам бежать без оглядки, но одолел слабость. Душно-душно стонало Дарьюшка. «В баню несите!» приказал Елизар Елизарович, самое верное от простуды. Дарьюшка вскидывала руки, сбивала ногами одеяло, жжет-жжет, внутри все сгорело, пить-пить. Подносили воду, ни капли не проглотила, до того плотно сжимала зубы и мотала головой, убили-убили. Кого убили, Дарьюшка? Тимофея убили, Тиму. Я к нему сейчас-сейчас-сейчас. Закутали несчастную и в стеганное одеяло, и на руку.